Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Александр Иванович был молодым, но перспективным руководителем. Начальство заметило его старания и повысило в должности до директора. Мужчина получил все, о чем мечтал. Самостоятельно построил успешную карьеру, создал семью, в общем реализовался в жизни. Он радовался тому, что имел сейчас, но однажды его настигли призраки прошлого. Александр Иванович дописывал отчет. В дверь постучала секретарша и сообщила, что вылет у него в час дня. Женщина положила на стол билеты и необходимые документы, после чего робко сказала, что один из сотрудников хочет с ним встретиться. Хотя к Александру Ивановичу можно попасть по предварительной записи. Когда начальник поинтересовался, кто это и по какой причине ему не терпится поговорить с руководителем, секретарша пожала плечами и сказала, что мужчина пришел по личному поводу. Никаких подробностей он не разглашает. И известно только, что до днях он был уволен. Александр Иванович велел пригласить мужчину в офис. Зашелся до волоса сутула незнакомец. Он сел на стул напротив начальника и сказал, «Саша, как ты изменился?» Такой взрослый, такой важный стал. Знакомый голос заставил Александра Ивановича содрогнуться от неожиданности. На него нахлынули воспоминания. Раннее утро. Пятилетний Саша проснулся и пошел в родительскую спальню. Кровать отца по-прежнему была заправлена. Мальчик не видел папу уже несколько дней. Саша отправился на кухню. Мама готовила омлет. После пожелания доброго утра мальчик поинтересовался, а где папа. Мать с раздражением ответила, что он все еще в командировке и подала сыну завтрак. Саша ковырял вилкой в тарелке. Аппетита не было. В очередной раз он припринял попытку узнать, где же отец и почему его так долго нет. «Я же тебе ясно сказала, в командировке. И сколько раз тебе можно говорить, что нельзя разговаривать, когда ешь?» Раздраженно ответила мать и ушла в другую комнату. Но Саша понимал, что что-то не так и дело не в командировке. С тех пор, как отец перестал появляться дома, мама с бабушкой стали часто закрываться в отдельной комнате и что-то обсуждать. Мальчик слышал непонятные на тот момент слова. Развод, алименты, суд. В детском саду друг Костя сказал, что отец Саши не в командировке. На самом деле он нашел себе другую маму. Саша недоумевал, разве может быть две мамы? Когда дети ложились отдыхать на тихий час, подошел Костя и сказал Саше, что на улице его ждет отец. Мальчик обрадовался и выбежал на улицу. Папа действительно ждал его на крыльце. «Папа, где ты был? Ты вернулся? Ты больше не уедешь?» Набросился Саша с расспросами. Отец ничего не ответил, а только протянул сыну конфету. «Знакомься, это тетя Маша. Хочешь, мы поедем, покатаемся на машине. Видишь, какая у Маши красивая белая машина?» Сказал отец. «А мы с мамой поедем?» Поинтересовался мальчик. «Нет, с тетей Машей». По виноватому лицу отца Саша понял, что друг Костя говорил правду. У папы другая тетя. Сунув в руки отцу конфету, мальчик убежал обратно в садик. Вечером вернулась домой бабушка. Саша слышал, как мама упрекала ее в том, что она ходила к отцу. «Я просто хотела попытаться сохранить вашу семью». А он сказал, что любви не осталось, что все прошло, как с белых яблонь дым. Оправдывалась бабушка. Потом Саша слышал, как мама плакала. Бабушка уговаривала ее отдать сына отцу. Ведь у того больше денег, возможностей. Мама сказала, что не расстанется с Сашей, значит воспитает сама. «Сынок, ты не узнаешь меня?» «Я твой отец». Слова мужчины вывели Александра Ивановича из размышлений. Он почувствовал, как его переполняет гнев и ненависть к папе, который бросил их с мамой 30 лет назад. За эти долгие годы он так и не объявился, не поинтересовался, как и на что они живут. Не поздравил ни с одним праздником. В детстве Саше пришлось не сладко. Каждый кусок хлеба был на счету. Еще участь в школе, он пошел разгружать вагоны. Подрабатывал грузчиком, работал на полях. В то время, как остальные дети отдыхали на летних каникулах, Саша трудился, не покладая рук, чтобы заработать на хлеб. Он усердно учился, чтобы поступить в университет на бюджет. Именно знания помогли ему окончить университет с красным дипломом и устроиться на работу. Без связи, а только благодаря трудолюбию, он смог продвинуться по карьерной лестнице. И сейчас, когда он стал успешным, вдруг объявился отец. «Вы ошибаетесь, у меня нет отца». Мой отец исчез, растаял, как с белых яблонь дым. Раздраженно ответил Александр Иванович. «Прости меня, сынок. До конца своих дней я буду нести этот крест и замаливать грехи молодости». Александр Иванович нахмурился, а потом почему-то почувствовал сострадание к этому человеку. Все-таки это его папа, который подарил ему жизнь. «Чем я могу помочь вам?» спросил Александр Иванович. «Я бы так хотел остаться здесь работать», ответил отец. Но его речь прервала вошедшая в кабинет секретарша, которая сказала, что Александра Ивановича внизу уже ждет машина в аэропорт. Взяв документы со стола, Александр Иванович направился к выходу и у дверей сказал секретарше «Распорядитесь от моего имени, чтобы этого человека оформили на работу». А как бы ты поступил на месте Александра Ивановича? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru «Распорядитесь от моего имени,